День с толком Новый антирекорд за последние месяцы За сутки в Крае выявили 95 случаев заражения коронавирусом Умерли 7 ковидных пациентов На данный момент в регионе зафиксировано уже 13 823 зараженных Более 1000 человек сейчас проходят лечение в ковидных госпиталях В тяжелом состоянии находятся 228 пациентов На аппарате ЭВЛ 79 жителей Края Реакция на рост числа зараженных уже началась Например, в Москве людям старше 65 и хронически больным продлили домашний режим до конца октября Чтобы не допустить полного прекращения любой деятельности в стране Рекомендуют перейти на удаленку Сохранять коллектив и команду Так, исполнительный директор баскетбольного клуба Барнаул Виталий Мантлер Уже объявил, что болельщикам, к сожалению, снова запретят вход на домашние матчи Ближайшие добавим в это воскресенье Напомним, только в начале сентября зрителей пустили на трибуны Но сейчас из-за неблагоприятной коронавирусной статистики в крае Барнаул снова будет играть без поддержки Руководство команды делает все, чтобы сберечь игроков А за несколько дней до встречи Барнаул и команда соперников Обменяются результатами тестов на коронавирус Кроме того, в футбольном клубе «Темп» тоже перейдут на ограничительные меры Их ближайшая игра в субботу тоже пройдет без болельщиков Обе встречи, обещают руководители команд, можно будет увидеть Благодаря интернет-трансляциям с комментаторами Готовы ли жители края к новой волне не только коронавируса, но и ограничений? Признают ли их необходимость? Это мы спросили у барнаульцев Да будем сидеть, а куда деваться? Будем, у меня маска вот сейчас и будем сидеть Мы хоть и не молодые, но нам не хочется дома сидеть постоянно Потому что мозги-то сохнут, дуреем Вот и все И здоровье ухудшается, но никак не улучшается Я против, я не верю в это Не верю в коронавирус Наверное, лучше, чтобы население не болело Наверное, надо, чтобы санитарный Только если бы все соблюдать, если не будут люди соблюдать, так какой смысл? Я смотрю на эту ситуацию, ну, двояко, можно сказать, грубо говоря Потому что, видите, как малый и средний бизнес страдает от этого И так же и мы от этого и страдаем Потому что нас так же переводят на удаленный режим работы Либо начинается там уменьшение зарплат Потому что это всем невыгодно Потому что сейчас у каждого человека это идет кредиты, ипотека Нет, не против А почему? Потому что я сама работаю в сфере медицины И риск распространения коронавирусной инфекции зависит от нас Сегодня к работе приступили новые депутаты КЗС Которые прошли в Краевой парламент по результатам довыборов Это Максим Кочев, Артем Шамков и Григорий Бахтин Их коллеги признали полномочия новоизбранных Напомним, дополнительные выборы в КЗС прошли 13 сентября Избранные депутаты будут представлять интересы Краснощоковского, Куринского, Черышского и Шипуновского районов Бийска и части Октябрьского района Барнаула Теперь состав Краевого парламента насчитывает 68 человек Красные линии Это словосочетание из словаря архитекторов давно определяет жизнь некоторых горожан В Барнауле прошел очередной круглый стол по проблеме межевания В прошлом году уличную дорожную сеть изменили согласно нормативам И огороды, даже части домов некоторых барнаульцев Неожиданно оказались территорией общего пользования Проблема эта не новая, но решается она пока только в частном порядке К чему пришли эксперты в этот раз, узнаете в сюжете Евгений держит в руках раритет Договор на аренду земли 1923 года В доме, что на этой земле, до сих пор живет прабабушка Евгения, 88 лет Когда дом захотели узаконить, оказалось, его ровно пополам делит красная линия То есть половина дома и огорода – это территория общего пользования Несколько лет назад линию перенесли, но до сих пор часть гаража и огорода считаются муниципальными А узаконить землю не получается Нарисовали эту красную линию, планировали расширение дороги Ремонт коммунального моста То есть в планировке нового моста еще не было Планировали старый мост расширять Ну и вот начали хождение по инстанциям В комитет по архитектуре, в администрацию города, начиная с Баварина, Колганова и так далее Если строение стоит на пересечении частной территории и муниципальной Собственник не может им полноценно распорядиться Не заложить, не продать, не перестроить Специалисты говорят, что инструкция о порядке проектирования и установлении красных линий Действует с 98 года Но при постановке объектов на кадастровый учет Требования документов часто не учитывают Как мы можем говорить о проекте планировки уличной дорожной сети О том документе, который нельзя признать недействительным Если у нас он противоречит федеральному законодательству Проект планировки уличной дорожной сети утверждался Дом не серии этих изменений Дом не серии Сейчас мы его применяем только в той части Которая не противоречит действующему федеральному законодательству Но это проблем не решает По словам экспертов, в Барнауле встречаются случаи Когда при межевании целые здания делят пополам Я считаю, что уличную дорожную сеть Есть возможность у города Внести изменения Признать участие недействительное Есть возможность поработать по изъятию Если индивидуально кто-то обращается Я не говорю уже по всем Давайте кто обращается, смотреть индивидуально Ну, ошиблись Ну, давайте признавать свои ошибки Каждый отдельный случай планируют рассматривать в частном порядке Одному Барнаульцу, который лично присутствовал на круглом столе Уже пообещали проблему решить А вот большинство горожан, которые обращаются с проблемой в суд Получают отказы Причины эксперты назвать не могут Ведь решение судов именно по таким делам В открытый доступ от чего-то не выкладывают Андрей Дреер, Алексей Фризин, День с толком На Алтае перекрыли крупный канал легализации угнанных авто Сотрудники МВД совместно с Росгвардией задержали группу из четырех человек Которые занимались подделкой серийных номеров украденной техники Подпольные мастерские находились в гаражах в разных районах Барнаула Всего оперативники обнаружили 13 автомобилей различных марок Стоимостью от 500 тысяч до 2 миллионов рублей В основном это внедорожники Злоумышленники перебивали идентификационные номера И готовили машины к продаже в страну ближнего зарубежья Один автомобиль уже опознан Скоро его передадут владелицы, жительницы Новосибирска Хотелось плакать Вот плакать от счастья Потому что, если честно, мы не верили, что машину найдут Все-таки 8 месяцев прошло А здесь, ну, это какое-то волшебство Вот правда Вот я очень благодарна вашим сотрудникам Барнаула Вот за такую работу Возбуждено уголовное дело, ведется следствие Наказание за подобное преступление от штрафа в десятки тысяч рублей До лишения свободы на срок до трех лет К другой теме Алтайские компании малого и среднего предпринимательства Которые занимаются экспортом в ближайшие несколько месяцев Смогут принять участие в развивающей, другими словами, акселерационной программе Экспортный форсаж Причем не вкладывая свои средства Сегодня состоялась презентация программы Развивать экспортный потенциал, в том числе и компании малого и среднего бизнеса Одна из задач, которую поставил президент России Ее стараются выполнять и алтайские бизнесмены Даже несмотря на пандемию Компания Алтайского края здесь показывает свой потенциал И уже более 70 компаний заключены в свой контракт Цель обучающей программы экспортный форсаж Организовал которую российский экспортный центр Помочь местным компаниям найти новые зарубежные рынки сбыта своей продукции У команд, а попасть в программу смогли лишь те Кто доказал свою финансовую состоятельность Будут опытные наставники и тренеры Планируются как семинары, так и практические занятия Как очные, так и заочные Через образовательные модули их будет шесть Через межсессионную консультационную работу Главный эффект, который должен быть У предприятий от всего этого Похода вместе с нами в экспортном форсаже Это заключенные новые экспортные контракты И это реальность Ведь по итогам реализации экспортного форсажа В шести российских регионах В прошлом году 58 компаний Малого и среднего бизнеса Смогли заключить 35 зарубежных контрактов Татьяна Голубева, Александр Антропов День с толком Возрождать парк нового поколения Разрабатывать виртуальные экскурсии И помогать аграриям Проекты учеников технопарка Кванториум Не будут лежать на полках Их начнут применять на практике И уже скоро Сегодня юные Эйнштейны Презентовали свои разработки Будущим партнерам Представителям вузов и власти Подробностью Валентина Аскеровой Гарантированно выдерживает удар с 10 метров падения И за почти что три года усиленных попыток его сломать Пострадала всего одна дуга Надежный чехол для хрупких дорогостоящих дронов Методом проб и ошибок Резиденты Барнаульского Акванториума Создали реальную защиту для беспилотников И презентовали ее сегодня гостям Будущим партнером технопарка И это далеко не единственный проект Которым могут похвастаться юные Эйнштейны Первое применение данного робота очень обширно Например, он может проходить в труднопроходимых местах Либо помогать людям при разминировании Аэрогеоробоквантум Шесть различных направлений для школьников Уже с завтрашнего дня Постигать азы пилотирования И робототехники начнут 580 школьников Причем совершенно бесплатно Обучение займет полгода Готовки, которые ребята здесь получают Он в некоторых случаях приближен даже к тому Что ребята получают уже в УЗИ Первый, второй курс Но, к сожалению, говорит директор технопарка Сергей Ивансков Инновационные разработки и проекты одаренных учеников Как правило, не доходят до производства В корне переломит ситуацию Сотрудничество с новыми партнерами В приоритете аграрный университет Учебное поле аграрного университета На котором растут разные культуры Посмотрим, помогут ли роботы Расти этим культурам много лучше Помогут ли коптеры, которые будут Определять заслужливые места Места, куда необходимо добавить удобрения Или чего-то еще Дать другое Конечно, этот проект длительный На это уйдет год, два, может быть, больше Но с чего-то надо начинать, потому что мы аграрный регион Надежда и на Алтай-турцентр Ученики уже создали виртуальные экскурсии по Барнаулу И продолжают работать в этом направлении В планах зайти в парк нового поколения Изумрудный Он станет практической площадкой При помощи беспилотников дети будут Составлять ландшафтные карты И просчитывать, к примеру, необходимое количество деревьев Которые нужно высадить Валентина Аскерова, Николай Шилко День с толком Первый после самоизоляции массовый кибертурнир Прошел в Барнауле Около 50 игроков-геймеров сразились в новой версии культовой компьютерной игры Почему даже в период пандемии игроки при первой же возможности Стремятся собраться вместе, выяснял Илья Кочетков Полутемный зал, гул голосов, щелкание клавиш и мерцание мониторов На экранах знакомая многим миллионам компьютерная стрелялка Точнее, наиболее современная ее версия Это первый за долгое время киберспортивный турнир в Барнауле Во время самоизоляции их просто не проводили Не все технологии предполагают удаленку Здесь нужно быть рядом, видеть реакцию Да и компьютеры нужны особые Сейчас такое время, когда игры становятся требовательными Все дела, а в основном людей дома ноутбуки Либо что-то такое, что в первую очередь заточено под учебу Они не могут поиграть И опять же, не всегда дома ты можешь с друзьями поиграть Здесь ты пришел и играешь с друзьями, проводишь время 14 команд, 70 участников из Барнаула и Новосибирска Примета времени игроки пользуются средствами защиты По крайней мере стараются Геймеры признаются, вынужденный простой Недостаток тренировок для них Так же вреден, как и для любых других спортсменов В этой игре немного по-другому по сравнению с футболом и испаунем Я вот занимался 8 лет Я занимался сколько? Два раза в неделю И мне этого было достаточно, чтобы держать себя в форме И улучшать свои результаты Здесь так не работает Потому что здесь очень часто что-то меняется Нужно быть в форме, чтобы быстро к этому адаптироваться Все время поддерживать свою струйбу Улучшать ее Потом понимание игры, учить новые гранаты Потому что карты меняются достаточно быстро И нужно к этому уметь адаптироваться Теперь у геймеров одна надежда Что строгий карантин не вернут Залы не закроют Тренировки не сорвутся В планах новые турниры В октябре и декабре Без них, уверены Развитие модного киберспорта Просто невозможно Илья Кчетков День с толком Не помогло родное поле И немногочисленные болельщики Барнольская «Динамо» потерпела Разгромное поражение в сибирском дерби В гости приехала команда из Новосибирска С одноименным названием Несмотря на все старания сине-белых Победа оказалась за соперниками Причем победили в сухую Матч закончился со счетом 0-3 Первый гол забили уже на 12-й минуте Еще один через 5 минут А в начале второго тайма Третий гол Как бы ни пытались барнаульцы Счет до конца игры так и не изменился В итоге Новосибирск поднялся На четвертую строчку турнирной таблицы «Динамо» лишь сохранили свою позицию На шестом месте Следующие игры для алтайских футболистов Пройдут на выезде Уже на следующей неделе Они сыграют против Ульяновской «Волги» И против «Волны» в Нижнем Новгороде А на этом у меня все Звоните нам в редакцию По телефону 205-545 Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Эвалар» До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok